Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали? Я приехал из Харькова. А почему вы решили лечиться в клинике Василенко? Ну, в какой-то день пришел к этой мысли, потому как дальше некуда было затягивать. Решил лечиться и узнал об этой клинике. Ну, узнал от друзей бывших. Они здесь были? Да, они здесь были. То есть узнал от них, по ихнему примеру, все было нормально, поэтому я поехал сюда. Именно сюда я не ездил больше ни в какие клиники, ни в какие. То есть вы сразу? Да, я понимал, что адекватное лечение может быть только здесь. Именно то, которое меня интересовало. Меня не интересовало лечение, которое может вывести из физической зависимости. То есть из физической зависимости я мог сам выйти спокойно и легко. Ну, как нелегко, но мне это удавалось и 10, и 15 раз. То есть я выходил смело. И просто мне нужна была психическая поддержка и какой-то блок. Можете рассказать, чем запомнилось лечение в клинике? Такое лечение запомнилось в первую очередь, я когда приехал, я никогда не думал, что может быть такое отношение врачей и вообще персонала к таким людям. То есть не буду называть их там. Вот это запомнилось самое большее. Условия. Ну и само лечение. То есть те процедуры, которые проходим. То есть те же там криосауны, солярии, массажи. Ну то есть очень большой ассортимент такой. И реально очень помогает. Ты отдыхаешь просто и душой, и телом как бы, ну, в свою очередь, восторануешь свое утеряное здоровье. А вы можете рассказать нам, чем, ну, свои впечатления рассказать о сеансах Виталия Ивановича? Вот о вечерних. Ну, сеансы это вообще отдельная тема. Изначально я приехал, я как бы, ну, подозревал, что здесь, ну, что-то такое есть, там, какие-то сеансы, какая-то там психологическая, там, ну, работа с людьми. То есть, ну, я не подозревал, что это будет так, как бы. Я переехал, по-моему, в воскресенье. И попал я сначала на дыхание. То есть, я изначально научился дышать правильно, то есть, а потом я уже пошел на сеанс. То есть, на дыхание, ну, мне объяснили, как дышать, что делать, то есть, как входить в трансовое состояние. То есть, я в первый день вошел в трансовое состояние на дыхание, я пролежал там, проспал два часа. То есть, это как подготовка, да? Ну, да, я попал именно в воскресенье и попал на холотропное дыхание. Потом в понедельник я пошел на сеанс, ну, и прочувствовал полностью, то есть, те там фразы, которые там произносятся на сеансе, они очень, как бы, сильно задевают, ну, и охота и кричать, и плакать, там, и все. То есть, в этом состоянии, как бы, ну, донести можно что угодно. Такие очень, есть и жесткие сеансы, есть и такие мягкие, но все равно они, каждый по-своему, там, направлены на какое-то действие, либо бездействие. А у вас осталась тяга к наркотику, желание какое-то употреблять? Тяга ушла, ушла, ну, абсолютно, то есть, как бы, к наркотику не тянет вообще, и наркотик вызывает такое ощущение, ну, жалости, как бы. Я, ну, смотрю на людей, есть, вижу, там, некоторых ребят, которые там дальше занимаются, ну, или просто встречаешь на улице убитого, там, человека, ну, кроме жалости, ну, как бы, ничего не вызывает, ну, иногда и хочется ему помочь, ну, иногда ты понимаешь, что ты сам сделать ничего не сможешь. То есть, этому человеку, ну, поможет только самоосознание этой проблемы, как бы, и, ну, лечение каким-то образом, то есть, это уже убирает каждый сам себе, то есть, ну, а так, ну, остановить и сказать, что, ну, ты там, прекрати все это делать, то есть, ну, это бесполезно. Понятно. А вы можете вспомнить, может, на какой день у вас ушла тяга? То есть, сразу она ушла или какое-то время понадобилось? Ну, да, нет, не сразу, то есть, ну, все равно было ощущение, как бы, ну, у меня ушло где-то все, ну, день на шестой. То есть, я уже сюда приехал без физической зависимости, как бы, ну, как было, там, небольшая еще зависимость физическая. То есть, я приехал, там, грубо говоря, там, на седьмой-восьмой день трезвости, но все равно еще, как бы, были, там, проблемы и со сном, и с ногами, и в общее состояние. Ну, как бы, ну, уже тяга к наркотику, начал про него забывать день седьмой, на седьмой-восьмой день, то есть, на второй неделе пребывания уже, как бы, я почувствовал себя намного легче. А можно такой нескромный вопрос? А какой у вас стаж был употребления? Стаж был около шести лет. Ну, то есть, это не полная, там, система. Изначально это были, там, месяц-полтора-два, там, с большими перерывами, и последние четыре года, ну, то есть, это была, ну, плотная система. И вы уже не употребляете? Сколько? Год. Год. То есть, держитесь, это очень хорошо. А какие изменения произошли за этот год с вами? У меня, ну, вообще, очень кардинальные, такие масштабные, ну, я решил, как бы, чтобы изменить что-то, ну, то есть, я решил изменить все, то есть, начиная от места жительства, заканчивая кругом общения и, ну, интересами. То есть, я уехал в другой город, уехал с женой, с ребенком, то есть, поменялся абсолютно круг общения. Ну, интересы я начал, там, увлекаться рыбалкой, туризмом, таким делом. Здоровый. То есть, да, это очень интересно, есть много интересных людей, спортсменов в этом деле, то есть, все очень классно. Вы бы хотели, что-нибудь пожелать или сказать людям, которые думают ехать сюда или не ехать? Там, ну, ехать сюда или не ехать, просто ехать больше, по-моему, некуда. То есть, реально клиник уйма, но психологическую зависимость, ну, решают, по-моему, только здесь. То есть, не зря сюда ребята приезжают, там, и греки, и израиль, и, ну, все. То есть, я, сколько знаю, ребят, они поездили по очень многим клиникам, там, монастырям, ну, то есть, все это полный бред. Спасибо. Пожалуйста. Не предупреждайте.